Древние египтяне, шумеры, майя и другие народы Многочисленные пирамиды, дольмены, сфинкс и Стоунхенш Храмы, высеченные прямо в скалах Ведь для их создания нужны как минимум новейшие технологии нашего времени А по представлениям ученых в те времена люди использовали примитивные орудия труда Но больше всего загадок таят в себе документы-артефакты, связанные с медициной Не так давно под Парижем исследователи из Национального института превентивных археологических исследований Обнаружили окаменелые останки мужчины эпохи неолита Радиоуглеродный анализ показал останкам не менее 7 тысяч лет Ученых поразило другое У древнего мужчины было ампутировано предплечье Кость была отсечена очень ровно и аккуратно Чуть выше головки суставного конца Медики даже смогли определить, что перед операцией Пациент был подвергнут химической анестезии А после хирургического вмешательства Рана была обработана каким-то неизвестным зельем для дезинфекции Ученые предполагают, что этот человек, останки которого нашли под Парижем, имел в обществе важный статус Так как его могила оказалась длиной 2 метра И в ней были найдены топоры сланца, кремниевая кирка и останки животного Все эти предметы являются свидетельством высокого положения в те времена Интересно и другое Операция завершилась успешно и рано зажила После этого мужчина прожил еще какое-то время, не потеряв свое положение в обществе Да, действительно, уже, скажем, 3000-5000 лет назад делали сложнейшие операции Как трепанация черепа Какие-то операции на сердце, безусловно Удаляли очень страшные раны Вытаскивали, скажем, гарпуны Пики, копья, стрелы из человеческого тела Зашивали человека Зашивали, как правило, или травами Или сухожилиями И даже вот такие тонкие, тончайшие операции Это на глаза То, что люди из древни делали операции Факт, безусловно, неоспоримый Правда, в силу скудности познания и несовершенства инструментария Чудес, как правило, не происходило Так считает официальная историческая наука Но что касается анестезии во времена палеолита Это вообще кажется фантастикой Как известно, впервые настоящий наркоз при хирургической операции Был применен только в 1846 году Американским врачом Уильямом Мортоном Спустя год использовать хлороформ Начал знаменитый русский хирург Николай Пирогов Считается, что до этого больным, конечно, пытались Снизить болевой порог при операциях Например, обкуривали дымом тлеющей белины или опиа Но это не сильно помогало В крайнем случае эскулапы прибегали к варварским способам анестезии Они лишали больных чувств ударом киянкой по теменной части головы Поэтому сообщение, что во времена неолита в хирургии применялся химический наркоз Звучит, по крайней мере, загадочно Тогда у народов Европы не было даже письменности Кто мог дать людям такие знания? Как это получилось, в этом предстоит еще разбираться Но именно тогда, если взглянуть на египетские иероглифы На индийские книги мудрости На бавилонские какие-то предания На клинопись Южной Америки У инков На их узелковые письменно Там содержится предание о величайших достижениях фармакопеи Но самое загадочное археологическое открытие в области медицины Произошло на территории современной Англии Там, в могиле друида, древнего врачевателя Обнаружили целый хирургический набор из инструментов Которыми современные врачи пользуются по сей день В частности, в захоронении присутствовали скальпель, игла, пинцет, зажимы Приспособления для трепанации черепа и другие предметы Находка датируется 55-м годом до нашей эры Откуда в ту эпоху мог появиться такой инструментарий? Это первая загадка А вторая Каким образом и кто мог научить эскулапов древности Пользоваться этим набором? Мы лишь можем констатировать Что, видимо, в древние времена Эти знания либо были получены Так же, как и сейчас, путем долгой технической Научно-технической эволюции Ну и, соответственно, древняя цивилизация Доросла до какого-то уровня Либо вариант, любимый всеми палеофологами Что дикие люди, в общем-то, и особенно не стремились К какому-то прогрессу Но прилетели небесные учителя И подарили, так сказать, внедрили нам Эту всю хирурги Насколько серьезно можно относиться К подобному предположению? Вернемся к тому древнеегипетскому папирусу Который обнаружил в Луксоре в 1874 году Немецкий востоковед и археолог Георг Эберс Когда документ был полностью расшифрован Перед глазами исследователей предстало следующее Египетские врачеватели пользовались мазями, пластырями Примочками, микстурами, клизмами и другими лекарственными формами В каждой статье описываются подробные формулы Методы применения, упоминания побочных эффектов Некоторые рецепты содержали до 40 компонентов Многие из которых не удается пока идентифицировать Что затрудняет их изучение Кроме того, некоторые главы были посвящены Шунтированию сосудов и сердца Резекции желудка и даже трансплантологии На самом деле это было возможно И ничего нереального в этом не было Потому что были инструменты И об этом говорят египетские манускрипты Но египетские скорее папирусы Вот так называемый папирус Эберса И папирус Смита Все это благополучно жило И благополучно находится сейчас в полной тоне Что называется То есть это еще предстоит открывать И я думаю, что здесь у ученых будет масса сюрпризов В папирусе Эберса Также приводятся прописи лекарств Для разглаживания морщин Удаления родинок Окраски бровей Усиления роста волос По-видимому, египтяне первыми ввели в употребление парик Который надевали на коротко остриженные волосы Парик состоял из большого числа Тугопереплетенных косичек Он заменял головной убор И косвенно способствовал борьбе с овшивостью И еще одно существенное дополнение Прием лекарств сопровождался магическими обрядами В виде заклинаний и заговоров После того, как было закончено изгнание злого духа из больного Начиналось полноценное лечение Это, кстати, очень мощное психологическое воздействие на человека На его организм И это помогало, вело к выздоровлению многих больных Ведь то же самое и сейчас используется Внушение больному Мысли, скажем Ну, теперь уже не говорят, что это воля Вернее, как говорят Если человек верующий, ему говорят Что это воля Бога Ну и так далее Находят врачи Как ему объяснить Если атеист Значит, находит по-другому Ему объясняют Что ты не раскрыл Свои возможности Внутренние силы Для победы болезни Вот фрагмент текста тайного обряда Которым рекомендуют начать лечение Так называемой невидимой болезни Древний медицинский папирос Заклинаю то, что в моей голове Что в моей шее Что в моих руках Что в моем теле За меня Бог по имени Ра И он говорит Я защищаю его от врагов И зовет на помощь царя египетских богов По имени Тот Покровителя врачебного искусства Я же любимый богами Да сохранят они меня живым В Египте считается Что такие персонажи Древнеегипетской мифологии Как Птах, Тот, Ра Его супруга Нут Которая родила Осириса А также многие другие Это боги-пришельцы Еще за несколько тысяч лет До рождения Иисуса Христа На Синае ходила легенда Что некие инопланетяне В человеческом облике Сошли на Землю С небесного диска Они прибыли на огненных колесницах Сотворили плодородную почву Используя грязь и воду А затем установили контакт с фараонами Обучили народ Египта Законам и технологиям И в конечном счете Стали на египетской земле богами Одним из первых знаний Переданным людям Стало искусство врачевания Причем такое искусство Некоторые секреты Которого до сих пор не подвластны Современной медицине Например, технология некоторых видов Медикаментозного лечения Прописанная в том самом Папирусе Эберса Впоследствии определенном Как медицинская энциклопедия И только этот факт Что же может наводить на мысль Что знания эти Вполне могли быть получены Извне Естественно, мы вправе допускать Мало того, я убежден Что древние палеоконтакты Просто обязаны были быть Хотя бы в силу того Что прилеты Появления НЛО Я говорю о малом-малом проценте Появления неопознанных Летающих объектов Которым мы не находим Никакого объяснения Кроме того, что Вынуждены предполагать Что это возможно Это следы проявления Внеземных цивилизаций Независимые исследователи Давно обратили внимание На один факт Все легенды древних народов О развитии цивилизаций Того периода Указывают на влияние Пришельцев Которых и называют Богами Ассирийские Вавилонские Шумерские Египетские Индейские Предания Настолько похожи По своему содержанию Что остается Только удивляться Единственная разница В них Заключается только В именах Самих богов А весь процесс Их работы Описывается Довольно четко И одинаково Вот с их точки зрения Все, что с неба явилось А человек, как известно По небу летать не может Есть суть Либо посланец бога Либо посланец дьявола Если он несет добро Какие-то подарки Какие-то технические Научные знания Если он учит Медицину Значит Однозначно От бога Особенно знаменитые Этим Шумерские Легенды В которых Рассказывается Как боги Анунаки В количестве 600 человек Прибыли на землю В одном из древних Манускриптов Была расшифрована Следующая фраза 300 Анунаков Остались в небесном дозоре А на земле Их 600 Поселилось Есть множество Описаний И того Как боги Появлявшись откуда-то Учили людей Разным наукам Например У тех же шумеров Описывается Как из моря Появилось Разумное существо Получеловек Полурыба По имени Оан Который ходил Поселением И обучал людей Письменности Строительству Сельскому хозяйству Ремеслам И Внимание Исцелению От любых болезней И знания Эти впоследствии Были задокументированы Часть трактатов По врачеванию Безвозвратно утеряна Но кое-что Сохранилось И даже сыграло Свою роль В развитии Современной медицины Даже вот Есть свидетельства О том Что Некоторые наши Хирурги Начала 20 века Такие как Демихов И Плюханенко Занимавшиеся Пересадками головы Голов И собаки И другим Животным Некоторым Вот Почти добравшиеся До человека Вот Они Использовали Древние И аюрведические Трактаты И египетские И шумерские Для своих Исследований И даже Впрямую Пишут об этом В воспоминаниях То есть Это вполне реально Над разгадкой Тайны Папируса Эберса До сих пор Бьются Исследователи Несмотря на то Что с момента Находки Этой древней Медицинской Энциклопедии Прошло почти Полторы сотни лет Часть содержания Документа Постоянно Ставит Ученым Вопросы Откуда В древнем Египте Были столь Продвинутые Технологии Врачевания Например Гинекологический Раздел Содержит Сведения О распознавании На самой ранней Стадии Сроков Беременности Определение Пола Будущего Ребенка А также Женщины Способной И неспособной Родить Что касается Сроков Беременности То технология Ее распознавания Оказалась Очень близка К современным Экспресс-тестам Что немало Удивило Ученых А вот Способ Определения Пола Будущего Ребенка Для современных Исследователей Оказался Неразрешимой Загадкой Процесс Как это делается В документе Прописан Очень подробно Американские Врачи Из Джорджтаунского Университета Провели Такие пробы И получили Статистически Значимое Подтверждение Их эффективности Однако Рационального Объяснения Этот факт Пока не имеет Но на самом деле Все Наверное Гораздо Сложнее Потому что Самое Интересное Интенсивное Исследование Последних лет Показывают Такую Дают Необычную Такую Картину И Устанавливают Истину О том Что В общем-то Древняя Медицина Если так Можно условно Назвать И Древняя Фармакопея Она была Очень сильной И очень развитой Именно В десятки Раз Сильнее Чем сейчас Еще один Интересный Факт Который Подчерпнули Из древней Медицинской Энциклопедии Современные Исследователи Исключительно Популярной В древнем Египте Была Профессия Зубного Врача На это Еще обратили Внимание Специалисты Изучающие Мумию Ученые Выяснили Что у Египтян Были широко Распространены Тяжелые Воспалительные Заболевания Полости рта По-видимому Тогда Несмотря На высокоразвитую Хирургию Не практиковались Такие операции Как пломбирование И протезирование Зубов Однако Этот недостаток С лихвой Компенсировался Медикаментозным Лечением Например Древнеегипетские Стоматологи Прикладывали К больному Зубу Или деснам Различные Пасты Многие Из прописей Паст Папируса Эберса Современные Египетские Фармацевты Воспроизвели И попробовали На пациентах Давших Согласие На эксперимент Оказалось Что эти Древние Эликсиры Значительно Превосходят Современные Препараты Предназначенные Для консервативного Лечения Зубов И еще Никаких Сложных Химических Элементов В составе Эликсиров Не обнаружено Большая часть Медицинских знаний В древности Заключалась В знании Умений Использования Лекарств Выполненных На основе Обычных Растений То есть Иными словами Древние Медики Если судить По Вот этому Величайшему Объему информации Прежде Старались Вылечить Больного Терапевтическими Как бы сейчас Сказали Методами Микстурами Настойками Примочками Кстати В древности Врачи были Не просто Знахарями И травниками Они были Священнослужителями Волхвами И жрецами Их функции Переплетались С функциями Религиозных Служителей А обращение К высшим силам Было частью Ритуала Лечения Целители Владели Многими Тайными Знаниями Забытыми В настоящее Время Для нас Древние знания Дошли Только В своей Какой-то Видимой части Верхушки Видимая часть Айсберга Это и есть Некие Примитивные Наши представления О медицине Древности Которые Ну Имеют Очень жалкое Такое Отношение К действительности Еще одну Интересную Информацию Подчеркнули Исследователи При изучении Древних Медицинских Манускриптов Это Врачебная Этика В современном Мире Врач обязан Принять Все возможные Меры Для спасения Больного Даже Если Страдалец Безнадежен Отказ От Оказания Помощи Такому Пациенту Пусть даже Гипотетически Бесполезный Считается Должностным Преступлением В древнем мире Врачебная Этика Требовала Открытого Сообщения Пациенту Предполагаемого Исхода Лечения Одной Из трех Фраз Некоторые Следователи Считают Что Подобная Врачебная Этика Не свойственна Человеческой Ментальности Она Слишком Откровенна И практична Не дает Права На ошибку К тому же Она слишком Жестока По отношению К безнадежному Больному То есть Вполне Можно Предположить Что Свод Законов Врачевания Тоже Мог быть Привнесен Пришельцами Как и Прогрессивная Технология Лечения И производство Чудодейственных Лекарств Но Как ни странно У такой Версии Сегодня Противников Все же Больше Чем Защитников Я Считаю Что У нас Цивилизация Была Своя И Цивилизации И были Все Свои И Что Ничего Из Не было Привнесено Потому что Эти миры Слишком Далеки И Слишком Другие Для нас А то Что было На земле Оно было Хоть и Очень Древнее И очень Другое Но тем не менее Это было Свое Земное И его Можно было Приспособить Под землю Как Как известно Сегодня Знания Древних Знахарей Перекочевали В статус Нетрадиционной Медицины Травы Настои Бальзамы Эфирные Масла Мало Кто Из Современных Врачей Разбирается В свойствах Этих Природных Средств Наше Представление О том Что могла Медицина До Исторической Эпохи Поистине Мизерна А все Потому что Главная Тайна Как люди В древности Могли создать Такую Прогрессивную Систему Лечения И получить Уникальные Знания Врачевания Не раскрыто Древний Египет Третий Век До Нашей Эры Верховный Жрец Из Голиополя Манифон Тайно Составляет Историю Египта В письменах Он использует Откровения Которые Получил Вследствие Молитв И медитации В древнем Тексте Жрец Пишет О том Что Династиям Фараонов Предшествовали Правления Богов И полубогов Самое Интересное Что эти Существа Будем так Их называть Потому что Они Правили Не только Жили Они правили Порядка 30 тысяч Лет В общей сложности Не в общей сложности А каждый То есть 28 тысяч И так далее Это наводит На мысль О том Что это Бессмертное Существо Историю Египта Жрец Начинает С бога Птаха Его потомки Гелиос И Крон Также царствовали На этой земле Позднее На трон На трон Зашли Азирис Тифон И Гор Все они Были Небесного Происхождения В списке Первых царей Шумеров Также Находятся Имена Божеств Наконец Греческий Историк Геродот Говорил о том Что люди Которым Было даровано Право Властвовать И руководить Страной Это Боги Спустившиеся С неба Ведь Только им Было Под силу Бороться За новое Царство Возможность Справиться С порождениями Там Скажем Чудовищными Порождениями Там Тартара Аида И так далее Им Для этого Нужны были Существа Особой Природы Что это За природа Это Сочетание Божественной И человеческой Природы То есть Грубо говоря Что такое Греческий Герой Это Человеческие Существа В жилах Которых Текла Божественная Кровь Но Почему в разных Точках земли Историки Находят Схожие Артефакты Неужели То что Утверждали Древние Правда И боги Это Первые Повелители Мира В древности Люди Представляли Своих Повелителей Как избранных Существ Рожденных От неземных Кровей Царь Бог Птах В Египте Правил Без малого 9 тысяч лет Императоры Японии Являются Прямыми Потомками Богини Солнца Аматерасу Если верить Древнему Преданию То Богиня Света Унаследовала Землю И через Некоторое Время Послала Своего Внука Ни Ниги Править Японскими Островами А в Древнем Китае Подданные Императору Яо Знали Что он Сын Красного Дракона Во всех Случах Исследователи Замечают Одну Особенность Все Первые Повелители Сошли С небес Вот Один Пример С которым Я столкнулся Во время Исследований В Китае Мне Первому Некитайцу В мире Выдали Особое Разрешение Посетить Закрытые Военные Объекты И там Я обнаружил Более Ста Пирамид С этими Пирамидами Тесно Связаны Легенды И мифы Древнего Китая Они Постоянно Рассказывают О пяти Императорах Которые Правили Еще до того Как к власти Пришли Первые Китайские Династические Правители И эти Древние Императоры Не уставали Повторять Что их Предки Были Не землянами А сыновьями Неба Прилетевшими На землю Из космоса На огнедышащих Металлических Драконах В наскальной Живописи Древних Повелителей Часто изображают В облике Животных Или птиц Так Изображение Получеловека Полузмеи Есть на Шумерской Цилиндрической Печати Где Бог Царь Энки Предупреждает Шумеров О предстоящем Всемирном Потопе В Древней Японии В виде Змеиных Существ Изображали Демонов Полулюди Полуживотные Также встречаются В изображениях Первых фараонов Древнего Египта Быть может Такое Внешнее Отличие И позволяло Древним Монархам Управлять Судьбами Других Именно Это И стало Основанием Для создания Монархической Формы Правления И права На власть На основании Чего Это было Создано На основании Родовой Линии На основании ДНК Точно так же Было И в Китае Императоры Древнего Китая Обосновали Своё право Восходить На престол Тем Что они Вели Своё Происхождение От змеевидных Богов И конечно же Не стоит Забывать О драконьей Символике Которая Широко Распространена На Дальнем Востоке И которая Также Очень тесно Связана С тем О чём Мы сейчас С вами Говорим Возьмите Например Индейские Народности Которые Проживали На территории Центральной Америки Такие Как Майя И Ацтеки Они поклонялись Змеевидным Богам Дошедшие До нас Древние Источники Свидетельствуют О том Что первые Цари мира Обладали Сверхспособностями Так В Древнем Египте Рамзес Второй Имел Особую Власть Над природой Он мог Вызывать Дождь Спасая Тем самым Урожай В индийском Эпосе Рамайена Встречаются Описания Искусства Царей Которые могли Уноситься В небо Подобно Птицам И имели Оружие Которое Может умертвить Все живое Если они Были Скажем С очень большими Возможностями То есть Ну там Летать по воздуху Не обязательно Может быть У него был Даже космический корабль Кто знает Есть такие предположения Что вообще В то время Был и воздух Немножко другой И плотность воздуха Была другая И что Небольшие усилия Позволяли даже Людям практически Летать Повелитель Может сделать так Чтобы там Я не знаю Что-то такое Появилось И ни из чего Это всегда Приводило Вот как раз К такому элементу Избранности В 1947 году В известняковых пещерах Неподалеку от Иерусалима Были обнаружены Древние свитки Которые позже Получили название Свитки Мертвого моря По утверждению Американского астронавта И исследователя Эдгара Митчелла В них упоминается О посещении Нашей планеты Небесными людьми Они обладали Бессмертием И оставили Множество потомков На земле Которые могли быть Наместниками их воли Стало быть Повелителями Земных судеб Но кем были Эти небесные кураторы Исследователи Теории Палеоконтакта Склонны полагать Что в числе Первых посетителей Земли Были гости С других планет Из древнейшего Индийского Эпоса Махабхарата Который возник Тысячи лет назад Видно Что однажды В темные времена Человечества Огромные космические Города-станции Прибыли на Землю Они вращались Вокруг Земли Эти космические Города Иногда Враждовали Друг с другом Они извергали Молнии И вели Так сказать Звездные войны Говоря в этом Контексте О небе Мы размышляем Исходя из Представлений О рая И аде Которые нам Известны Из христианских Библейских Писаний В древних Сказаниях Где речь идет О небесах Как правило Имеется ввиду Космическое Пространство Если эта теория Верна То пришельцы Спускались с небес В самых разных Частях света Отсюда Столько Похожих Артефактов Древние Визитеры Находились На земле С мессией Они обучали Людей Ремеслам Искусством И духовным Практикам Более того Существа Наделенные Высшим разумом Становились Правителями Государств Основатель Теории Палеоконтакта Эрих Фон Деникен Считает Что именно Божественное Происхождение Позволяло Первым владыкам Находиться У власти Тысячи лет Геродот Написал О Древнем Египте Две книги Во второй Книге Историй Главы 141 И 142 Он говорит Что в Фивах Сегодня это Город Луксор Жрецы Показали ему 341 статую Старший Жрец Рассказал Историю Каждого Кто был Изображен На них И сообщил Геродоту Что эти Статуи Символизируют 11340 лет На протяжении Которых В Египте Царствовали Люди А до них Правили Боги То есть Если к 11340 годам Прибавить 2500 лет Мы получим Что люди Видели Богов Почти 14000 лет Назад Более того Боги Жили Параллельно С людьми В греческой Мифологии Существует Сюжет О красавице Леди Которая Была Похищена Зевсом Бог Явился К ней В образе Лебедя И похитил Ее Последователи Теории Эриха Фон Деникена Склонны Полагать Что подобные Сюжеты Не просто Фантазии Древних Авторов Божества Могли Вступать В контакты С прекрасными Женщинами Того времени В результате Чего Появлялись Люди Наделенные Сверхразумом В данном случае Имеется в виду Понятие Создание Пар В Ветхом Завете Есть история О том Как сыны Божии Спускались С небес И видели Что человеческие Дочери Очень красивы И тогда Они с человеческими Дочерьми Создавали Пару Похожие Истории Описаны Также В книге Еноха В книге Еноха Описано Что на небе Находилось Много небесных Существ Сынов Божиих Один из сынов Божиих И еще 200 Других сыновей Подняли Восстание И спустились На землю На земле Они создали Пары С земными Дочерьми Лично я Не думаю Что имели Место Сексуальные Контакты Я думаю Что описываются Некие технологии По манипуляции С генами Исследователи Считают Что от браков Земных Людей И божеств Получались Люди Особого Вида Как правило Это были Существа С элементами Животных Птиц Или рыб В древнем эпосе Детей богов Называют героями И это не случайно Они не боялись Смерти И в одиночку Могли противостоять Целому войску За доблесть и геройство Таких существ Короновали И доверяли им Царский трон Но зачем Понадобилось Инопланетным Визитерам Вмешиваться В развитие Человечества Июль 1887 года Женщина Из маленькой Деревни Тель-Эль-Амарна Расположенная На Среднем Ниле Случайно Нашла Несколько Глиняных Табличек С непонятными Знаками За них Можно было Выручить Несколько медиков Но чтобы выручка Была больше Женщина Разломала Таблички На несколько частей И продала Их поодиночке Торговец Перекупщик Древностей Сразу понял Что в его руки Попал какой-то Древний текст И предложил Таблички Нескольким музеям Европы Специалисты В Берлине Быстро оценили Находку Выяснилось Что это был Архив фараонов 18-й династии Великого Аминхотепа Третьего Фараона Эхнатона Которого называют Самым загадочным Правителем Египта Что касается Эхнатона Ну Действительно Его изображения Отличаются В общем-то От прочих Изображений В пантеоне Египетских Фараонов Есть Предположение Что Этот человек Болел Или был Как бы Так сказать Был жертвой Так называемым Синдромом Марфана Когда Некие изменения Костные И так далее Приводят К такому Внешнему Виду Современники Описывали Фараона Эхнатона Как некое Существо Которое Не было Похоже На земных Людей По фигурам И изображениям Которые Хранятся В музеях Можно увидеть Что фараон Имел Необычную Внешность Яйцевидный Вытянутый Череп Женоподобную Фигуру Необычную Форму Ступней И пальцев Но означает ли Это Инопланетное Происхождение Если мы говорим О том Что он мог Пришельцам Да Он действительно Мог Но не мог Это не значит Что он был Дальше Если мы говорим Что он был Обычным Человеком Соответственно Поскольку В древнем Египте Межличностное В рамках Одной семьи Кровосмешение Было практикой Соответственно Какие-то Отклонения Могли Произойти И на этой Основной Проанализировав Все факты Ученые Пришли к выводу Что образ Фараона Обезобразили Генетические Отклонения Профессор Ельской Медицинской Школы Ирвин Браверман На основании Изученных Изображений Фараона И его детей Предположил Что Эхнатон Страдал От нескольких Синдромов Которые Странным образом Сочетались Вместе В современной Медицине Подобное Встречается Крайне редко Быть может Здесь речь идет О древних Мутациях Он вообще Не был похож На человека Вообще Если посмотреть То и у Аниса У Шумеров То есть тоже Человека рыба У Дагонов Тоже были Какие-то Водные существа И так далее Человек Который имел В общем и череп Такой Который не похожий Если у нас Сам череп Является Приемником Информации То Как говорят Плоские черепа Это в общем У людей Которые Скажем Подвержены Каким-то Таким Низменным Каким-то Своим Ну скажем Таким Вещам А Вытянутые черепа Это другой Какой-то уровень Приема информации И Других Может быть Даже частот Поэтому Вот этот Та цивилизация Которая имела Такие черепа Она По-видимому Имела И другую Частотную Информацию На что Если Изменения В облике Фараона Эхнатона На самом деле Связаны С его Неземной Природой А его Необычная Внешность Следствие Вмешательств Инопланетных Существ В пользу Этой версии Говорит Еще один Факт До сих пор В мире Рождаются Существа С целым Комплектом Мутационных Изменений Как среди Животных Так и Среди Людей Люди Циклопы Существа С рыбьей Чешуей Эти образы Можно найти В мифологиях Древнего мира Безусловно Вот эти Генетические Эксперименты Они Показывают Скажем Что И Кто знает Может сам И Котон Делал эти Эксперименты И мы не знаем Насколько Где Причина И где Следствие Кто Здесь Начал Это Дел Может быть Его Как раз Вот эти Все Ну Скажем Испытания Которые Он Он Хотел Создать Каких-то Людей Которые Бы Включили У себя В своем Центре Новые Точки Для Самого Развития Человека Занимаясь Изучением Биографии Загадочного Фараона Исследователи Также Установили Что решения Которые Принимал Эхнатон Были Очень Зрелыми И мудрыми Тогда Как на Момент Вступления На Трон Ему По мнению Историков Было Не больше 20 лет Это Сегодня Идея Монотеизма Поклонение Единому Богу Кажется Единственно Верной Но Вот В консервативном Обществе Древнего Египта О ней Не могло Быть И речь Я Я Глубоко Убежден Что Инопланетяне Посещали Землю Люди Преклонялись Перед ними Как Перед Богами Так Возникло Многобожие Эхнатон Хотел Чтобы Его Народ Верил Только В одного Бога Народ Должен Быть Един А Отдельные Группы Которые Верили В своих Богов Должны Быть Уничтожены И Эхнатон Придумал Бога Солнца Он Хотел Чтобы Все Верили Только Лишь В Этого Одного Бога И Ему Необходимо Было Уничтожить Все Остальные Веры Несмотря Ни на Что Эхнатон Начал Проводить Эту Реформу В своем Государстве Это Было Решение Которое Опередило Время Но Как 20-летний Фараон Мог Обладать Таким Государственным Опытом Неужели Его Направляли Небесные Кураторы Но Для Чего Если Они Существуют Очень И Очень Давно То Их Род Постепенно Становится Генетически Старым То есть Они Оставляли На Разных Планетах Свой Так Называемый Генетический Фонд То есть Находятся Существа Подобные Им И Возможно Обладающие Таким Ж Генетическим Кодом Они Могут Вернуться Туда И Получить Доступ К Своему Генетическому Фонду Но Замыслом Эхнатона Не Суждено Было Исполниться Древние Египтяне Категорически Отказывались Вереть Единому Богу Атону До Сих пор Много Вопросов Вызывает Смерть Эхнатона Известно Лишь Что Фараон Умер В возрасте 32 лет Предположительно Он Был Отравлен В 1902 Году В Долине Царей Английские Археологи Нашли Мумию Которая Предположительно Принадлежала Эхнатону Но Экспертиза Этого Не подтвердила В саркофаге Находились Кости Другого Человека Самый Загадочный Правитель Древнего Египта Исчез И не Найден До сих пор 1931 год Мали Французский Этнограф Профессор Марсель Гриоль Путешествует По странам Западной Африки С целью Исследования Редких Этносов Изучая Обыча Древних Общин В Мали Этнограф Замечает Что член Одного Племени Во время Ритуальных Торжеств Надевает Костюмы И маски Разрисованные Символами Которые Ранее Нигде Не описывались Так Этнограф Становится Свидетелем Открытия Нового Племени Дагонов Народа Который Называет Себя Древнейшим На планете Мифология Дагонов Она Совершенно От библейской Традиции Скажем так Ее надо Рассматривать Отдельно И в частности Тут надо Как бы Действительно Обратиться К работам Собственно Самого Гриоли Марселя Который Как бы Был посвящен В эту традицию Ну Скажем Не во всю традицию А в некие части До сих пор Нет точных Свидений Об их Происхождении Ученые Склонны полагать Что предки Дагонов Были изгнаны Из Египта Как последователи Вераотступника Эхнатона Подобно Своему фараону Они отказывались Молиться Всем богам Профессор Гриоль Решает Посвятить Свою жизнь Изучению Тайн Этого племени Сведения Которые Сообщают ему Дагоны Повергают Ученого В трепет Первыми Владыками Были Существа С небес Какие-то Водные Существа Что-то Вроде Дельфинов Может быть Или там Полулюди Полу Рыбы Они вырыли Почему Водные Потому что Они вырыли Такие Как Круглые Бассейны Где они Там Находились И передавали Знания Как они Скорее всего Телепатически Передавали Потому что Потом Все стали Каким-то образом Что-то Оформлять И делать И загадка Племени Дагонов Она Действительно Как бы Такой Первый Краеугольный Камень Дагоны По-своему Трактовали Историю О сотворении Мира В своих Статьях Марсель Гриоль Удивлялся Такому Факту Не зная Сюжет Только Вместо Ноя Был Первый Царь Земли Номмо Он Прилетел Со Священной Звезды Сириус Хоммо Спустился С небес На корабле Который По форме Был Подобен Коробу Приземление Сопровождалось Сильным Громом Землетрясением А также Столбами Песка И пыли Огонь Исходивший Из нижней части Корабля Погас Лишь только Он коснулся Поверхности Из него Выехала Лестница С десятью Ступеней После чего В шестой Ступени Открылась Дверь Внутрь Аппарата Который Состоял Из восьми Помещений Оттуда Вышли Все Кто ныне Живут На земле Но с какой Целью Пришельцы Из космоса Рассказали Землянам О звездной Системе Сириуса Вероятно Эта информация Предназначалась Для будущих Поколений Людей Так вон В общем-то В легендах Своих Говорят Что они действительно К ним прилетали Некие корабли Которые Находились в космосе Восемь световых Или восемь лет То есть Это уже Говорят Что они двигались Со световой скоростью Но самое Это интересно Что они Если скажем Дикарю Любому дикарю Показать Вот одна планета Вот вторая планета Как он летит Он покажет Просто прямую Догон этого Никогда не делали Они говорят Вот Солнце Вот Сириус И они рисуют Не прямую А именно кривую Линию Которая Описывает Сушающиеся Витки То есть Они уже В своем рисунке Говорят Что корабль Должен не Воткнуться В солнце Или в землю А сделать сначала Несколько витков Чтобы погасить скорость А потом Сесть Спустя 25 лет Проведенных В племени Догонов Греоль Становится Их главным Жрецом Ему удается Узнать тайну Которую Догоны Тщательно скрывают Они ведут Этнографа В пещеру Уходящую Глубоко Внутрь горы На стенные росписи Которым более 700 лет И в священной пещере Находятся Артефакты Сириуса Греоля Допустили Через 25 лет Его допустили В это святилище То есть Они сказали Теперь ты немножко понимаешь Мы тебе можем Теперь рассказать То что На самом деле У нас Какие знания И вот Он стал записывать Потому что Там ему показали Карты Созвездий Которые не видны Земли Если смотреть С другой точки зрения Например там Сириус То это будет Созвездие Вот такого Скажем Расположения А не земного Поклонение Священной звезде Сириус Было культом Для многих Древних народов Ее называли Звездой фараонов И владык Древние верили В то что На Сириусе Существует Высокоразвитая Цивилизация В эпосе Разных народов Сохранились Артефакты Которые позволяют Увидеть Существ Появившихся На земле И способных Управлять народами Эти существа Которые очень подробно Описаны В исламской мифологии В качестве джиннов Которые в других Культурах Называются По-разному Они в подавляющем Большинстве Невидимы Для человеческого Глаза Они могут Также перенимать Умственные И эмоциональные Способности Некоторых людей Что вновь Возвращает нас К вопросу О родовых линиях Они создали Эти родовые линии Главным образом Как вспомогательное Средство Для того Чтобы умело Манипулировать Человеческим Обществом Май 1901 года В провинции Хузестан На территории Ирана Группа французских Археологов Под руководством Жака де Моргана Проводила Раскопки В древнем городе Месопотамии Сузы Среди развалин Они обнаружили Странный Черный столб Из базальта На нем содержались Надписи На старом Вавилонском языке Стерев Слои вековой пыли Ученым удалось Расшифровать Таинственные знаки На обеих сторонах Столба Был высечен Свод законов 282 статьи Законопослушания Они касались Правил поведения Отношения К имуществу Наказания За провинности Историки Назвали эту находку Законы Вавилонского Царя Хамурапи Жившего До нашей эры Первые на земле Писанные правила Вот это Прорыв Потому что На центральной площади В центре стоит Стелла На которой Написаны Законы государства Что это дало? Это дало Возможность Государству Расширяться На разные Народы На разные Общества С разной культурой С разными традициями Государство Перешагнуло Род И племя И эти законы Сохраняются Сколько угодно И отчасти Такое Трепетное Внимание К букве К письменной Традиции В том числе В религиозном Отношении В восприятии Записанного Текста О вере Как закона Священное Писание Коран И так далее Но исследователей Древности Поразил Другой факт На лицевой стороне Стелы Виднелось Художественно Высеченное Рельефное Изображение Древнего бога Шамаша Сидящего На высоком Троне И стоящего Перед ним Царя Хамурапи Повелитель Вавилона Стоит перед богом В обычной Молитвенной позе Величаво Протянутой Вперед Правой рукой Бог Шамаш Передает Вавилонскому Царю Свиток Со сводом Законов Неужели Великое Знание Об устройстве Общества Было дано Людям Свыше Первых Небесных Кураторов Описал Платон Он писал Что каждые 5-6 10 королей Атлана Собирались Вместе И записывали Свои законы На золотых Пластинах Второй источник Информации Скандинавские Эдды Они Гласят Что братья-близнецы Видар И Вали Обнаружили Золотые Таблички С текстами Законов Которые Ранее Находились В городе Асгард То есть Таблички Были Найдены Третий Источник Индейцы Майя Которые Говорят Что их Предки Всегда Писали свои законы На золотых Таблицах Эти Предки Приносили Богам В жертву Животных И даже Людей Чтобы Боги Были Милостивыми Чтобы Насытить Солнце И Луну Эти факты Находят Своё Неожиданное Подтверждение И в других Эпосах В наскальных Изображениях Мифологии И в целом Творчестве Древних Людей Часто Повторяется Один и тот Сюжет Высшее Божество Является Повелителю И диктует Свою волю Почему В разных Частях Земли Древние Описывают Одно и то же Явление Возьмем Историю Из Ветхого Завета Моисей Описывает Это так Бог Появляется На горе Синай Чтобы Встретиться С Моисеем Он Бог Предостерегал Людей Они Не должны Подходить Близко Он Построил Вокруг Горы Забор Чтобы Защитить Людей От Опасности Исходящей От Божьего Пристанища Бог Спускается Сквозь Гром Грохот И Молнии Встречается С Моисеем И вручает Ему Таблички Скрижали На которых Был написан Основной Закон Десять Заповедей Я Предполагаю Что Неземное Существо Спустилось На землю Чтобы Научить Людей Нормам Нравственного Поведения В творчестве Древних Авторов Исследователи Заметили Одну Особенность Царей Часто Изображали Рядом С богами Именно Поэтому Считалось Что Божества Управляют Повелителями Подобные Изображения Можно Встретить По всему Миру Раджей В Древней Индии Наставляет Сурия Зевс Дает Полководцам Греции Храбрость И сил В Древнем Египте Фараонов Опекают Многочисленные Божественные Создания В Древнем Обществе Речи Владык Считались Голосами Божеств Соответственно Их Указы И распоряжения Также Относились К воле Высшего Порядка И это Встречается У всех Древних Народов Мира Могло Ли это Быть На самом Деле Вот вопрос Например Являлся Ли Петру Вселенский Разум Мне кажется Что дело В частности В некой Внутренней Одаренности Человека В неких Внутренних Качествах Опять-таки Может быть Даже Качество Крови Его Что такое Качество Крови Это умение Понимать Слышать Например Музыку Баха Понимаете Но при этом Это же Качество Крови Может вам Обеспечить Некую Связь С кем-то Более Тонкими Резонансами В древнем эпосе Можно также Встретить Примеры Когда боги Диктовали Повелителям Свою волю Причем Это выражалось В четких Требованиях И приказах Так У шумеров Бог Адат Является Царю И требует От него Жертвоприношений Животных Мужского пола Ведь именно Он Владыка Небес Возвел Царя На трон Его предков И даровал Ему Дворец Я Властитель Трона Земли И города Все Что я даю Я могу Забрать Обратно Если же Он будет Приносить Мне Жертвы Я буду Дарить Ему Трон За троном Дом За домом Удел За уделом Город За городом Великий Царь Соломон Он просил У божества Мудрости Чтобы угождать Ему И служить Людям И время Его правления Не было Отмечено Конфликтами И войнами Но когда Соломон Начал строить Языческие Капища Для своих Многочисленных Жен Которые Были Другой Веры Явился Рассерженный Бог И пообещал Отобрать Царствование За то Что ты Не сохранил Заветы Моего И уставов Моих Которые Я заповедал Тебе Я отторгну От тебя Царство И отдам Его Рабу Твоему Вскоре После смерти Соломона Возникли Два Государства Иудейское И Израильское Ведущие Между собой Междуусобные Войны Почему Эти сюжеты Передавались Из века В век Означало Ли это Что Повелители Древности Обладали Особыми Божественными Качествами Такие цари Обладали Сверспособностями То ли Они были Обучены Этим А то ли Они действительно Обладали Тем Чтобы могли Подключаться К определенным Пластам Знания И Как мы сейчас Назовем Интуиция Какие-то Информационные Энергоинформационные Всякие поля И так далее И так далее История знает Много примеров Когда Повелители Едва Взойдя На трон Начинали Строить Божеством Храмы Владыки Древних Государств Отмеченные Успешным Правлением Старались Возводить Их В местах Завоеваний И битв Историки Отмечают Подошедшим До нас Рассказом И летописям Швецов В этих храмах Повелители Часто проводили Так называемые Мистерии Надевали Специальную Одежду Занимались Медитацией И оккультными Практиками Существует Гипотеза Что проводя Множество часов Внутри храма С помощью Снадобий И благовоний Люди входили В своеобразное Состояние Транса После которого На них Снисходило Решение Вопроса Или Предлагалась Идея Качество Крови В частности Царской Королевской И так далее Аристократической Они позволяют Как бы Войти в контакт С этими Некими Вибрациями Скажем так Что это за вибрация Это другой вопрос Голос Бога Голос Вселенной Ноосфера Дело не в этом Дело в том Что Эти люди Могли услышать Этот голос И могли Что-то сделать Конкретное Там Для своей страны И там Или прочее Вот это Самое важное Но если посмотреть На тех Кто отметился В истории Как видны Государстве Великие Политики И цари Прошлого Рамзес Второй Гай Юлий Цезарь Петр Первый Клеопатра Были они Простыми Смертными Или все же Это сверхлюди Посланцы Других Миров И в чем Секрет успешного Царствования На земле За всю историю Человечества Людей с политическим Гением Наберется Не более Ста Исследователи Отмечают Что это были Необычные люди Обладающие Сверхъестественными Способностями Но в чем Был секрет их Таланта Политика И государственника Это главная Задача Правителя Любого Правителя Это Укреплять Этнос Усиливать Его Духовный Потенциал И он действует Подобно Садовнику Который Должен Поливать Дерево Взращивать И собирать Урожай Если он Не выполняет Эту задачу Его убирают Убирать Могут Его Самыми Разными Путями Это либо Болезнь Либо переворот Либо какие-то События Которые Неожиданно Произошли В его Там жизни И тогда На его смену Приходит Другой Правитель В астрологии Судьбу человека Определяют По так называемой Натальной Карте По расположению Планет В момент Появления Человека На свет И к соседству И отношению Друг с другом Астрологи Определяют Талант Человека И его Предназначение В этом мире В древнем Египте Этими знаниями Обладали Жрецы Глядя на ребенка Они интуитивно Определяли Каким будет Этот царь Сильным Или слабым Когда еще Фараону Было 5 лет Они Значит Вот этого Маленького Будущего Фараона Изучали Строение Его тела Строение Его головы И соответственно Чувствовали Для чего Пришел Этот фараон Вот известный Фараон Эхнатон Который Фактически Ну наполовину Будем говорить Так разрушил Египетское государство Которое потом Пришлось создавать Харенхебу И потом Власть взял В конечном итоге Рамзес II И укреплял Египет Так вот Эхнатон Он имел Необычную форму Черепа И Жрецы сразу Поняли Что такой фараон Не доживет До 30 лет Появление На свет Еще одного Фараона Древнего Египта Великого Рамзеса II Окутано Тайной По легенде Царь был зачат Когда его матери Явился сам Бог Амон-Ра И именно Потому что В его жилах Течет божественная Кровь Рамзес II Стал владыкой Огромного царства Правил 66 лет И вошел В историю Как самый Могущественный Царь древнего мира Во время Своего правления Он расширил Границы Египта Создал новые Города В которых царили Порядок И социальная Справедливость И именно Этим Определяются Признаки Удачливых царей Так же Так же как Александр Македонский Построил Александрию Петр I Построил Петербург Так же Он расширил Государство Это действительно Цари-реформаторы Которые приходят В определенный Момент времени Это Люди Которых послали Из высших Измерений Послали Воплощение Для того Чтобы они Выполнили Определенную Задачу И вот Если Этнос Нуждается В таких Людях И может Их принять Он их принимает А если Например Этнос Ослабевает То приходят Слабые правители И разрушают Его Рамзес II Клеопатра Гай Юлий Цезарь Петр I Эти люди Стали Выдающимися В политике И отмечены Талантом Государственников Но Можно ли Увидеть Особенности Их личности Действительно Ли быть Великими Императорами Им было Предначертано Свыше Это карта Рождения Великого Фараона Египта Рамзеса II Историки Считают Что он Появился На свет 22 февраля В так называемый День царей И именно Этот день Определил Судьбу Великого Правителя Рамзес II Он действительно Аномальный Был Правитель Он действительно Правил 67 лет И У него В гороскопе Вот Та же Самая Что мы Говорили Планета Власти Плутон Была поддержана И Марсом И Сатурном С одной Стороны А с другой Стороны Он чувствовал Себя Богом Потому что Юпитер В соединении С Нептуном В оппозиции Из истории Из истории Из истории Известно Что Рамзес II Взошел На престол 27 день Третьего Месяца Шему То есть Засухи Молодому Царю Было В это Время Около 20 лет Это вот Такой Воин Самурай Вот он Рыжий Такой Был Высокого Роста Это вот Как раз Характеристика Таких Пробивных Людей А Юпитер В соединении С Нептуном Говорил о том Что он Может Показывать Так сказать Себя Как Действительно Богоносный То есть Связь с богами Действительно Одно Время Он даже Был Верховным Жрецом Всего Египта То есть И фараон И Верховный Жрец В одном лице Это вот Как раз Это и показывает Что Аномальный Гороскоп Рамзес Второй Запомнился Народу Как успешный И дальновидный Политик При его Правлении Развивались Торговля Строительство Пополнялась Государственная Казна В древних Летописях Также Сохранились Упоминания О том Что Рамзес Второй Был Любвеобильным И оставил После себя Многочисленное Потомство Помимо Наложниц Гарема Известны Сыновей И 67 Дочерей Луна в раке Плодовитость Луна в раке Это Там у него Более 200 Детей было Это вот Тоже Аномалия Которая Видна В таком Гороскопе Что касается Его Внутреннего Мира Да Вот У него тоже Солнце В рыбах Находилось Не менее Загадочным Выглядит Гороскоп Древнеримского Политика И диктатора Гая Юлия Цезаря Сильные стороны Его личности Видны При рождении У него В Венера И Меркурий Это умение Так сказать Показывать Свою львиную природу Подавать Его правильным образом А Плутон Планета власти И Нептун Планета интуиции У него высоко Самые высокие планеты И поэтому Человек слышит Как бы Веление космоса И умеет Предвидеть Управлять Это значит Предвидеть И поэтому Когда мы говорим О том Как этнос Или общество Выбирает себе Лидера Оно выбирает Именно таких людей Которые могут Быть на голову Выше их Вот таким Как раз Человеком И был Юлий Цезарь Юлий Цезарь Умер внезапно В дни Так называемых Мартовских Ит По римскому Календарю Это 15 марта На астрологической Карте видно Что в этот Период Планеты Сошлись Особым образом Предсказывая Кончину Древнеримского Политика 15 марта У него Как раз Март Это дом смерти Это вот Восьмое поле И здесь Как раз Находится Нептун И когда Оно активизируется Это У человека Усиливается Как раз Поле Тайных врагов И интриг Вокруг него И пораженный Нептун На грани Восьмого Девятого поля Это означает Как раз Аспект смерти Вот И поэтому Он и сам Мог убивать Но и соответственно В какой-то момент Он мог быть убить Но может ли быть Женщина Политиком И царедворцем Что скажет Гороскоп царицы Клеопатры В гороскопе Клеопатры Видно Что это была Магическая женщина Которая была Способна Показывать Свои лучшие Женские Качества И очаровывать Мужчин Несмотря на то Молодая Она или старая У ней была Энергетика Она по ассаденту Рак И вот поэтому С Цезарем У них получалось Очень хорошее Энергетическое Взаимодействие Кроме того Она умела Управлять людьми О красоте И обаянии Клеопатры Ходили легенды Еще при жизни Плутарх Видевший Ее портрет И писал Красота Этой женщины Была не тою Что зовется Несравненную И поражает С первого взгляда Зато обращение Ее отличалось Прелестью И потому Ее облик С огромным Обаянием В каждом движении Накрепко Врезался В душу Есть понятие Черные вдовы Или понятие Манипуляции Мужчины Вот это Чистейшей воды Манипулятор Который Не задумываясь Имел Очень высокие Властные Наработки Магического В основном Плана И он Перепрограммировал Вот она Она могла Перепрограммировать Сознание Вторгаясь В подсознание Закладывая Свои программы Человек Начинал Их реализовывать Как свои Загадочная смерть Якобы от укуса Змеи При рассмотрении Натальной Карты Не видна Однако При детальном Изучении Астролог Александр Зараев Озвучивает Совершенно новую Версию Кончины Царицы Клеопатры А вы знаете В ее гороскопе Нет указаний Что на ее теле Ну Должно быть Какая-то укус Там Или рана Или нож Видно удушение Видно Возможности Отравления То есть В результате Отравления Там Спазм горла И так далее Кроме того Указание Тоже такое О том Что У нее смерть Наступает В результате Негативной Кармы То есть Когда она Выработала Свою позитивную Ну Отработала Свою программу Все Заканчивается Программа Ее Либо Так сказать Задушили Либо убили Личности Политиков Оставивших След в истории Их решения Вопросов И идеи Часто Пережали Своё время Это касается И государственного Устройства Мало кто знает Что еще до нашей Эры были Придуманы Схемы По которым Развивается Человеческое Общество Древние Повелители Применяли Тайные Знания Как обустроить Собственную Территорию Удержать Власть Заставить Народ Добровольно Платить Подати В государственную Казну Нельзя Нельзя придумать Бесконечное Количество Каких-то Обществ Каких-то Определенных Соединений Существ Без Какой-то Мотивации Потому что Как управлять Народом Да Каким образом Вот надо Создать Государство Историки Политологи Отмечают Многие Элементы Государственного Управления Используются И сегодня Это сфера В которой Любые Эксперименты Могут Вызывать Кризис Поэтому Многие Управленцы Придерживаются Консервативных Взглядов На реформы И устройства Государственной Системы Законы По которым Развивались Древние Общества Считаются Классическими Идеи И преобразования Которые Опробовали Еще в мире Древности Работают До сих пор Сохранилось Государство Оно есть Сохранилась Постоянная Армия Это стало регулярно Это уже Средневековье Ранее Новое Время Сохраняется Бюрократический Аппарат И превосходно Работает Сохраняются Элементы Привлечения Населения К управлению Появились Первые Города Которые Структурно Переделали Весь мир И географически И рельефно И мировоззренчески И сейчас Наша эпоха Это эпоха Конечно Городов Не глобальная Деревня А глобальный Город Вот я бы Как Назвал Процесс Урбанизации Продолжается Города Растут И вот это Тоже Дошло Оттуда Во все времена У разных Народов Государственная Власть Считалась Самым Ценным Подарком Богов Они Мечтали За власть Боролись Проливали Кровь И только Избранные Были достойны Этой Высшей Милости Но порой Получив Власть Они Менялись До Неузнаваемости Становились Алчными Равнодушными И злыми В истории Много Безликих Правителей Которые Ничего Не сделали Для своего Народа Они Использовали Божественную Возможность Для мелкой Личной Выгоды И имена Их Канули В безвестность Проклятые Людьми Власть Это Испытание И только Достойный Может оставить Божественный След В этом И кроется Ее Великая Тайна Достойный